Традиции с Сергеем Михеевым 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 можно было посеять, а не съесть всё до весны и как бы следующим там закончить неурожаем. Понятно, что разнообразие было. Мы сегодня в общем, по сути, питаемся очень, ну, я бы даже сказал, ущербно, потому что, если так заглянуть в холодильник, у нас один и тот же набор продуктов, и человек, в общем, очень консервативен. Когда он уже привык к чему-то одному, и он начинает это есть, и я думаю, что мы сегодня используем не больше там 50 номинований продуктов, которые есть. У нас сегодня болезненно мы хотим есть зимой свежие огурцы и свежие помидоры, в основном парниковые, хотя прекрасно есть там, я не знаю, солени, которые всю жизнь делали там. Я не знаю, у вас делают в семье? Продолжают? Нет? А у меня делают, да, по крайней мере, кислая капуста точно. Да, 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 это, знаете, шутка, да, там лучшая закуска кислой капусты и подать не стыдно и сожрут, не жалко, да. Но полезные вещи, в общем, и поддерживает людей. Ну, многие не сильно заморачиваются над этим. Вообще, конечно, потребление не изменилось. Это заметно очень. Особенно эволюционно развивающаяся доставка, которая в момент пандемии вдруг просто взрыв произошел, да. Сегодня, кстати, это одна из проблем, что количество людей, ушедших просто, вот там, сказать, от станка, где они готовят, просто к доставке и получают больше денег, чем те люди, которые стоят у стола и что-то делают руками. Это, конечно, такая уникальная ситуация. Молодежь вообще не готовит практически дома. Если еще, может быть, там, молодых людей сегодня, которым там 20-30 лет, там, родители еще, может быть, будут продолжать готовить, но вот это 30-летие, которое было, по сути, разрухи той системы, которая была, она разрушалась. Мы сегодня с вами имеем вот такую историю, связанную с тем, что проще заказать. Но если вернуться, там, к началу революции, в принципе, к этому-то и шло. Помните, да, вот это вот общественное питание, слово, это в работе Ленина 19-го года, «Великий почин», где он там о субботнике говорит, об освобождении женщины, о том, что вот эти общественные столовые, ясли, что нужно было ввести в женщину, в, так сказать, в общественный оборот, чтобы она могла работать, реализовывать себя. И, в принципе, та же доставка, она же была, просто не было той упаковки, были судочки. Я помню, мама все время отцу говорила, я тебе готовлю. Он говорит, не надо мне готовить, я буду в столовой ходить и судочки брать там. Это такая конфликтная ситуация. Ну, вот так вот мы питаемся. Хотя, если мы отъедем с вами километров 200 от Москвы, то уже будет все по-старому, проще пойти где-то на рынок, что-то купить в магазин, что-то пытаться дома приготовить. Так вот, возвращаясь к постному, в чем суть этого? Я считаю, что даже если сегодня люди уделяют этому очень много внимания, там, и вот в ресторан, можно ли, скажем, в пост идти в ресторан, как место, времяпрепровождение? По сути, нельзя, да? Не рекомендуется. Потому что, да, ну, как бы вроде бы это увеселение какое-то. Но я считаю, что если люди начинают заморачиваться о том, что есть постный, не ест постный, даже если он думает о том, что я сейчас мясо не буду есть, похудею, может быть, пускай. У него, у их детей это отложится постепенно. Нельзя, когда 70 лет тебя ломали через колено, да, сказать, а вот теперь мы будем все 100% строго выполнять все церковные наставления и будем вот правильно питаться. Человек не может так, у него не получается. Он, по сути, слаб. Ну, обращает на это внимание, постится, праздники отмечает, даже посылая друг другу, в общем, какие-то смайлики и поздравления там с днем Николая Чудотворца. Поздравления, я считаю, это тоже хорошо и правильно. Пускай будет. Может быть, наши дети уже будут спокойно ходить в церковь, стоять всеночную и правильно выполнять вещи, связанные с постами. Ну, все каноны, все, так сказать, традиции, которые с этим связаны. Я думаю, что сложно, конечно, все это сразу сделать. Мы все-таки светское государство, проблема в школе, изучают это, не изучают. В школе сидят разные люди из разных конфессий, есть перегибы с этими связанные там, давайте мы не будем ставить елку там. Нет, елку мы будем ставить, в любом случае, да, независимо от того, хочется это кому-то или нет, но я даже немножко не про это. Понятно, что тут ломать через колено кого-то, я не про то, правильно или неправильно соблюдать пост. Для меня, как бы, это правильно, но это мой личный вопрос. Я про то, какой может быть эта кухня. То есть, с одной стороны, это вроде как банальный вопрос, но тем не менее. Вот сейчас все-таки пытаются же, да, многие предлагать там постное меню и так далее. То есть, она ведь может быть достаточно разнообразной. Да, конечно, естественно. Можно использовать те же овощи, можно использовать в различных сочетаниях и различных блюдах, и это будет достаточно вкусно. Но эти если шмелеву почитать, там действительно это в этом не было угрюмости такой, знаете, самопожирание и самопоедание. Я думаю, что как раз возможность попробовать себя в различных меню, рецептурах, это было бы достаточно интересно. Просто, ну, многим это не очень хочется, и ресторан в этом случае тот инструмент, который тебе может что-то дать. У нас нет сегодня кулинарии такого количества, как было в Советском Союзе при каждом, при каждой столовой, при каждом ресторане кулинарии было, всегда можно было какое-то разнообразие попробовать. Сегодня нет, сегодня рестораны, по сути, как бы сами по себе, просто как вот место, времяпрепровождение. Но я думаю, что если говорить вообще о постной кухне, то разнообразие её достаточно велико. Надо просто, ну, так сказать, не побояться залезть в интернет или посмотреть какие-нибудь рекомендованные книжки. У нас достаточно большое количество по славянской кухне, по постной кухне, там, неимоверно. Может быть, часть из них, ну, скажем, обложка и просто как продажи люди покупаются на этом. Ну, там есть рецепты, которые можно сделать спокойно, это будет вкусно, сытно. И, в общем, вы не будете испытывать никаких проблем с тем, что вы там поститесь. А кто-то пытается вот на этом специализироваться, делать из этого фишку? Знаете, самое интересное, что у нас сейчас мы, в связи с тем, что мы, скажем так, повернули на глобальный юг, да, мы там сейчас говорим о халяле, очень много сейчас прям продуктов, ты заходишь в магазин, прям отдельные стойки там, но никто не говорит о действительно постной кухне, например, как о продуктах постных там. А что, а до какой степени можно там использовать какие-то вещи там? Если мы с вами поговорим о кашруте, да, там, например, там, с точки зрения иудейской религии, там очень строгие вещи есть, да, там, у мусульман то же самое. А у нас, как бы, вроде как, ну, нет каких-то таких проблем, и если рассматривать это как бизнес, я думаю, что сегодня предложения есть, они идут как раз к большим праздникам. Как дальше это будет развиваться, ну, это вопрос второй. Есть подвижники такие, как там Влад Пескунов, там, вот там, ресторан «Матрёшка», там, Сырников занимается, Максим, очень подвижничеством таким, он изучает всё это, вот, он так очень интересно об этом рассказывает, у него целая передача на Спасе идёт, там, монастырская кухня, там, и в ней нету ничего такого, там, хлеб, мочёный горох и, там, не знаю, там, холодная вода, колодезная. Нет, там вполне много разнообразных вещей. Если перейдём дальше к тому, так сказать, празднику, который всё равно большинство из нас отмечают и будет отмечать, и, в общем, на самом деле, я считаю, это правильно, я имею в виду про Новый год, да, потому что так или иначе, ну, мы попали в такие исторические обстоятельства, что, значит, сначала Новый год, потом Рождество, вот, праздничный стол в этом году, да, учитывая, учитывая, так сказать, то, что мы попали там под огромное количество всевозможных санкций, да, какая ситуация с этим складывается, вот, если, если в целом даже по производству продуктов питания, потому что вы же, как бы, я думаю, в этом разбираетесь гораздо лучше меня, да, какая ситуация складывается в нынешнем положении? Нас обложили сначала санкциями большим количеством, да, но, тем не менее, мы эти выходы находим, и каким вот, каким вот праздничный стол для вас видеться в этом году? Вот Новый год, ну, и дальше будет Рождество в любом случае? Ну, я думаю, что даже справляя, там, ну, у нас, как всегда было, да, там, вот, там, советская власть скончалась, значит, нам нужно всё до основания разрушить и опять строить новый мир, скажем так, да, это же в нашем стиле в таком. И вначале было прямо вот это увлечение там французской, итальянской, всё это, мы всё это делали, но я могу сказать, что примерно где-то с конца 2000-х годов мы уже рассматривали вопрос о том, что бессмысленно продвигать итальянские, французские, они очень удобны, они действовали же очень хорошо, у них была целая компания, которая там выдавали продукты, делали мастер-классы, отправляли, собственно, рестораторов в Сомелье, там, во Францию, в Италию, в Германию, показывали, как там производство, вы, как бы, видели это всегда, вам было интересно. Да, система, целая система погружения. И мы начали задуматься о том, что, ну, нужно возвращаться к истокам, надо смотреть что-то. 70 лет советской власти, конечно, наложил такой серьёзный отпечаток на кухню, потому что это унифицирование было такое, знаете, от Берлина до Сахалина и от Норильска до Кушки. По сути, вот этот сборник рецептур, там, 3000 с чем-то, рецептур блюд различных с вложениями, там, для столовых и до ресторанов класса люкс, ну, такой стандарт, который можно было везде попробовать одинаково. Государство было в этом заинтересовано, как бы его устраивала эта ситуация. Вот потом всё это развалилось, естественно. Дома продолжали готовить то, что, в общем, готовили. Если мы говорим с вами, там, например, о селёдке под шубы, там, салат весенний, оливье, винегрет, это, в принципе, это такое наложение советской власти, потому что это, в общем, недорогие продукты, из которых можно было что-то сделать. Стол всегда новогодний у нас был полный, потому что это, как бы, некий праздник. У нас всегда по праздникам всегда должна была быть дом полная чаша. Вот. И не из того, что ты там не съедите, и утром вот этот, вот, значит, немножко подвяленный сыр с капельками жира, как бы заходил очень хорошо. Вот если посмотреть на эту ситуацию, то мы, в принципе, по сути своей вернулись на сегодня же к тому, что было. Понятно, что мы видели ситуацию, связанную, там, и с антисанкциями и с 2008 года, когда конфликт был на Северном Кавказе из Грузии. Вот, значит, понятно, что через какое-то время там затухло, там, в 2014 году вот этот ручеёк, который был, там, белорусские, белорусские креветки, белорусский лосось, там, ну, понятно, государство закрывало на это глаза для того, чтобы не было каких-то там конфликтных ситуаций, потому что у нас, может быть, не было ничего. Потом накапливали, у нас накапливались возможности, и мы, в общем, сегодня обеспечены продуктами. Может быть, у нас нету какой-то деликатесной группы, которые там во Франции, в Италии очень много лет, там, они уделяли этому внимание, достаточно серьёзное. Но мы тоже сегодня спокойно делаем уже и хамоны, и прошутто, и сыры, и в сырах мы уже вообще там достигли большого количества первых мест даже занимаем и там. Там на Западе наши едут, туда выставляются. Вот, поэтому с продуктами мы не испытываем сегодня каких-то проблем, а вот это вот развитие так называемой региональной кухни местной, да, где как раз важны очень местные продукты, местные способы приготовления, национальная рецептура, дают возможность сегодня по сути своей, как бы, использовать продукты, которые произрастают рядом с тобой. Мы продолжим нашу передачу через короткую паузу. Я напомню, что у нас в гостях Игорь Олегович Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров России, декан факультета гостеприимства президентской академии. Это программа «Традиции» Сергей Михеев. Оставайтесь с нами.